Слово Божие 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 И вот апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, конечно, труд, который ты совершаешь, он тяжелый. Конечно, люди благочестивые будут гонимы, но посмотри, ты все это можешь преодолеть, когда ты идешь с Богом. Об этом апостол Павел подчеркивает в 4 главе. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Когда апостол Павел пишет это послание, он хочет, чтобы Тимофей вооружился крепкой истинной верой и надеждой. Не на апостола Павла, который сейчас погибнет, не на тех людей, которые вокруг него вращаются и что-то вливают в его уши, что заставляет его отвернуться от своего друга и стесняться того, что он поставлен Павлом на служение. Но именно Господь является центром и силой, которая движет каждым христианином. Короткое наблюдение. Мы не будем перечислять все характеристики, о которых говорится здесь, хотел только заострить внимание. Четвертый стих. «Более сластолюбивы, нежели Боголюбивы». Мы с вами читаем, когда Откровение Иоанна Богослова, мы видим послание о семи церквям, и пять церквей из семи получают от Бога предупреждение и ясное наставление о том, что им нужно покаяться. Потому что каждая церковь в той или иной степени взяла на себя какие-то функции или взяла в себе то, что не славит Бога. А Ладыкийская церковь вообще настолько была самодовольна и уверена в своем правильности, в том, что она делает, что вообще Бог их даже ни за что не похвалил там, почитайте. Бог не сказал ни одного доброго слова про них. Он сказал им сразу, тебе нужно покаяться. И вот когда мы говорим о любви к удовольствию, сластолюбие – это любовь к удовольствию, то мы должны понимать, что это удовольствие – большое искушение для нас. Знаете, мы с вами можем полюбить мелодию, которую поем, но не песню, которую прославляет нашего Господа. Мы можем полюбить собрания, которые тут приходят нам любимые люди, звучит знакомое слово, да просто звучат знакомые голоса, и это уже довольство приносит. Но не слышать того, что Бог говорит через это слово. И вот апостол Павел, он подчеркивает это, что сластолюбие, любовь к удовольствию, оно не помогает людям быть любящими Бога. И нам с вами вот это предупреждение должно быть как напоминание, очень важное напоминание о том, что все, что мы делаем здесь, мы делаем это для славы Божьей. Каждый из нас, придя в дом молитвы, пришел сюда прославить Бога песнопением, молитвой своей, своим открытым сердцем, чтобы услышать слово, которое звучит здесь, чтобы мы могли двигаться вперед. И когда мы говорим о любви к Богу, то какие ожидания Бога, что по-настоящему радует Бога? То, что мы пришли вместе и собрались, это Его радует? Или Его радует, когда мы исполняем Его великое поручение, когда мы исполняем то, к чему Он нас призывает? Об этом мы должны с вами размышлять постоянно, потому что есть очень много предупреждений в Слове Божьем, который говорит о том, что нам нужно быть внимательными. И апостол Павел, перечисляя эти качества, не зря останавливается на них. Он называет их, как будто это будущее, но это уже реальность, это уже с нами, это уже в прошлом. Было, это есть и будет. Страхи наши были, есть и будут. Но если мы любим нашего Господа, если мы держимся Его Слово, то мы понимаем, что мы сможем преодолеть любые искушения, которые выпадают в нашу жизнь. Потому что именно с Ним, в Нем и через Него мы можем приобрести все потребное для жизни и благочестия. Больше нет других источников. И каждый из нас, когда мы будем послушны Богу, тогда мы будем настоящими соработниками, настоящими братьями и сестрами, которые несут огонек любви и уважения и принятия друг к другу. Это очень важно, иначе бы апостол Павел не сетовал бы об этом и не предупреждал бы Тимофея о том, как важно иметь близкие отношения друг к другу. Пусть Господь нас благословит, слышит Слово и понимает то, к чему Он нас призывает. А Он призывает нас к тому, чтобы мы проповедовали Евангелие. Познание истины, о котором говорит апостол Павел в своем послании Тимофею, это и есть как раз познание Бога. И женщины, которым вкрадываются в дома лжеучителя, они потому и не знают истину, потому что они ищут удовольствия. Они ищут чего-то такого, что принесет им радость, но не понимают, что настоящая радость находится в Боге. Наша с вами задача, дорогие друзья, не ублажать слух тех людей, с которыми мы общаемся. Не уговаривать их и не говорить о том, что все хорошо, только еще один шаг сделай. Это не так. Итак, мы должны проповедовать истину с любовью, но мы должны говорить истину, которая подчеркивает то, о чем говорит Иоанн в своем послании. Что верующий на суд не приходит, а неверующий уже осужден. Наша благая весть – это спасательная весть, это спасительная весть, которую мы должны сказать каждому человеку, который не знает Господа. Если мы не говорим ему это, он умрет, он уже осужден, приговор уже приводится в его жизни. Поэтому мы с вами, дорогие друзья, должны ориентироваться в первую очередь, чтобы наше довольство, наша радость, она была в Господе. Чтобы наша надежда, наша сила, наша уверенность, она была в Господе. И тогда мы сможем передать эту силу, эту уверенность, эту радость другим людям. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь. 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 Продолжение следует...